Киптаун для нашего судна оказался самой такой знаковой точкой вот за последнее время, пожалуй, после Владивостока. Во-первых, очень активно сработало Генеральное консульство и русская диаспора. То, что мы зашли в Киптаун, это настолько встряхнуло всю Южную Африку и не только русскоязычные меры, но и вообще здесь. Дело в общем, что Седов был здесь еще под именем командора Йонсера 77 лет назад находил. И вот в аналах памяти народной сохранился визит этого четверхмастерного грузового парка. Поэтому внимание было очень со стороны полеса, со стороны общественности. Но больше и лучше всего, конечно, было все организовано со стороны русскоязычного сообщества. Это и бесплатная экскурсия, и посещение горы столовой, и выезд на мои добрые надежды. В общем, мы все дни стоянки были окружены плотной такой стилой внимания, радужа, гасиперинсу и так далее. Честно говоря, вот сегодня еще идут разговоры, уже четвертый день, как мы проводили время, и во время нашего захода в Киптаун. Но это все осталось 100 дней. Погода нам благоприятствовала. Один день мы прошли под машиной, и два с половиной дня мы прошли под парусами. Сегодня утром мы подошли на 30 миль к Ол-Фишбелюм, и готовим корабли к завтрашнему заходу. Работа кипит, от Кириша на взрыве до самого клотика. Благопогода позволяет. Есть тоже большой интерес. Ходят постоянно рыболовные суда, заходят и подходят. Рыболовная активность, в общем-то, активная. Кстати говоря, суда рыболовного флота современные, интересные, хорошо оснащенные. Вот что бросается в глаза. Более того, наше посольство в Намидии готовится тоже к большой торжественной встрече на зла. В совместности с институтом рыбных, рыбного хозяйства Намидии. Как это будет? Как это пройдет? Какие будут вопросы подниматься? Какое будет отношение? Я вам расскажу следующее. Ну, вообще-то говорят, и со свечными пароходами разговаривали с русскими зрителями, что в Уолфе-Ждейе хорошо помнят еще советских рыбаков, хорошее отношение к России и к россиянам. Ну, в общем, постараемся это благостное впечатление укрепить, поддержать, развить. Продолжение следует...